Несколько лет назад на мировые экраны вышел голливудский блокбастер «Кредо-убийцы», снятый по мотивам мегапопулярной серии компьютерных игр «Ассасин Крит». Фильм получился так себе, в прокате он срезком провалился, но нас интересуют не художественные достоинства данной картины, а ее главные герои, члены загадочного братства ассасинов, тайной организации, шпионов и хладнокровных убийц. В фильме их главными антагонистами выступает испанская инквизиция и члены еще одной овеянной легендами организации – Ордена Тамплиеров. Складывается впечатление, что западный обыватель досото наелся загадочными ниндзя, шалинскими монахами и другой восточной экзотикой, поэтому захотел себе новую игрушку. Это мгновенно почуяли дельцы от массовой культуры, и вуаля, на сцене появился новый персонаж – Ассасин. Правда, проблема в том, что его образ, сложившийся благодаря фильмам и играм, не имеет ничего общего с реальной историей. В этом выпуске мы поговорим о настоящей истории Ордена Ассасинов и его основателе – Хасани Ибн Сабахи, известном также как Старец с горы. Вы узнаете, как жили, тренировались и сражались реальные ассасины, с кем враждовали и кого считали своими союзниками. Но главное – мы развеем распространенные мифы, которые сложились вокруг Ассасинов за последние 10 столетий. Меня зовут Семен, и рубрику «Как жили» объявляю открытой. Начинаем! Откуда взялись ассасины? Начать свой рассказ хочу с небольшого погружения в прошлое, ибо без этого разобраться в данном вопросе будет непросто. После смерти пророка Мухаммеда в исламском мире произошел масштабный раскол, разделивший мусульман на два течения – суннитов и шиитов. Причины этого события для сегодняшнего видео не слишком важны. Можно только сказать, что одна из главных причин была банальная борьба за власть. Однако и этим дело не закончилось. Уже в конце 8 века из шиизма выделилось мощное движение исмаелитов, которое и сегодня является многочисленной и весьма пассионарной ветвью ислама. А в 10 веке исмаелиты создали фатимитский халифат, контролировавший обширные территории на Ближнем Востоке и в Африке. Одно время в его состав даже входили священные для мусульман города – Мекка и Медина. В 11 веке раскол произошел уже у исмаелитов. Из них выделилось течение незаритов, которое и будет играть главную роль в нашем рассказе. Именно в этот момент на исторической сцене появляется Хасан Ибн Сабах, тот самый старец горы, духовный лидер незаритов и фактически создатель секты убийц-ассасинов. Все началось с того, что Хасан Ибн Сабах вместе с группой своих последователей захватил крепость Аламут на западе Персии, превратив ее в свою штаб-квартиру. Сделано это было без изнурительных осад и кровопролитных штурмов. Сабах просто обратил гарнизон в свою веру. Потом незариты также без единого выстрела взяли еще несколько крепостей в Ираке, Сирии и Ливане, создав по сути собственное государство на Ближнем Востоке. Ну а старец горы показал себя не только грамотным стратегом, но и харизматичным лидером, за которым охотно шли люди. Ну и кроме того, Сабах, судя по всему, истово верил во все, о чем проповедовал. Современные историки считают, что на подконтрольных территориях Сабах выстроил подобие тоталитарного социализма с исламским уклоном. Он установил жесточайшие порядки. Под запрет попали любые проявления роскоши, алкоголь, пиры, беспорядочное общение с противоположным полом. Малейшее нарушение каралось изгнанием, а то и смертью. Говорят, Сабах приказал казнить собственного сына только за то, что он попробовал вина. При этом старец горы был неплохо образован. В Аламуте он собрал прекрасную библиотеку. В гости к нему приезжали известные ученые, медики и философы. Саму крепость защищала прекрасная система фортификаций. По мнению современных специалистов, на несколько столетий опередившие свое время. Однако самые лучшие крепостные стены без гарнизона бесполезны. А вот с этим как раз у Сабаха были серьезные проблемы. Людей для создания нормальной армии у старца с горы просто не было. Поэтому он пошел другим путем. И вот тут мы переходим к самой интересной части повествования. К созданию ордена ассасинов. Хасан Ибн Сабах не давал своим врагам генеральных сражений. Вместо этого он присылал к ним убийц-смертников. Которые после выполнения своих заданий с улыбкой отправлялись на пытки, а затем и на плаху. Подобная тактика оказалась весьма эффективной. Соседние правители старались не связываться со старцем с горы. Чтобы не получить отравленный кинжал в спину. Тем более, что брать с ассасинов было особо-то и нечего. Жили они аскетично. Кстати, само название секты впервые появилось в 1122 году. В трудах одного персидского халифа. Но подробнее об этом я расскажу несколько позже. В том же 11 веке на Ближнем Востоке появились крестоносцы. Которые создали здесь несколько королевств. Тогда же европейцы познакомились с Хасаном Ибн Сабахом и его ассасинами. Отношения между ними были сложными. Они то открыто враждовали. То заключали временные союзы против общих врагов. Создатель ордена ассасинам Хасан Ибн Сабах умер в 1124 году. В возрасте 73 лет. Государство, созданное им, пережило своего старца на 134 года. В 1250 году в Персию вторглись монголы. А в 1256 году Аламут пал. Ассасины. Правда и вымыслы. Мало какой вопрос окружен таким количеством легенд и откровенных выдумок, как история Ордена Ассасинов. Часть из них родились еще столетия тому назад. Однако большинство появились в последние десятилетия. Я постараюсь разрушить наиболее распространенные мифы и рассказать, кем же в действительности были последователи старца с горы. Про райские сады или что курили ассасины. Начнем, пожалуй, с названия ассасин. Ибо оно почти без изменений вошло во многие европейские языки. Где означает наемного убийцу, киллера. Вплоть до последнего времени считалось, что слово ассасин произошло от арабского хашашин, что переводится как употребляющий гашиш. Этой версии придерживались ученые 19 века, которые первыми стали изучать феномен старца с горы и его Ордена. Зачем нужен был гашиш наемным убийцам, спросите вы. Согласно самому известному мифу про ассасинов, он играл ключевую роль при приеме на работу новых членов Ордена. Якобы кандидату давали наркотик, а после уже в бессознательном состоянии переносили в райский сад, который был заботливо выстроен в Аламуте. Там будущего ассасина встречали прекрасные девы Гурии и обильное угощение. А после пробуждения ему объясняли, что он побывал в раю и обязательно вернется в него после смерти. Если, конечно, будет в точности исполнять приказы Хасана Ибн Сабаха. Картины рая были настолько соблазнительны, что ассасины не просто теряли страх смерти, а наоборот жаждали ее наступления, чтобы поскорее опять оказаться в райских чертогах. Первым эту байку озвучил Марко Поло, который действительно путешествовал по Ближнему Востоку и, вероятно, во время своих странствий встречался с ассасинами. Однако прославленный итальянец был еще тем сказочником. У него и люди с головами собак встречались, поэтому его рассказы надо делить на 10. В реальности же в Аламуте просто не было места для райских садов. Туда просто не получилось бы впихнуть целый райский сад. Да и археологи, прекрасно изучившие разваленный штаб-квартиры ассасинов, не нашли никаких следов подобных сооружений. В реальности легенда о Гашиши и райских кущах, скорее всего, была нужна, чтобы объяснить поистине собачью преданность ассасинов своему лидеру. Однако мне кажется, что здесь все гораздо проще. Отгадка кроется в самой философии ислама, в особенности его шиитского течения. Для мусульманина, шиита, имам – это его защитник на страшном суде, посланник Всевышнего на земле, слово которого священно. По другой версии, наркотики были нужны ассасинам, чтобы не бояться смерти, повышать агрессию и лучше переносить боль от ранений. Вроде бы все логично, но только Гашиш действует иначе. Прием этого наркотика расслабляет человека, ухудшает его координацию и внимание, а регулярное употребление Гашиша разрушает нервную систему и превращает человека в развалину. Скорее всего, здесь первоначально возникла путаница. Многие современные ученые считают, что название ассасин произошло от арабского слова «хашия», которое обозначает «оборванец», «чернь» и «наверец». Скорее всего, именно так шииты называли еретиков-незоритов. Последователей Хасана ибн Сабаха. А неправильная интерпретация названия привела к рождению мифа, который своими россказнями дополнили средневековые европейские путешественники. Сами же ассасины никогда себя так не называли. Они именовали себя фидаинами, теми, кто жертвует собой ради веры. Второй миф связан с отбором и подготовкой ассасинов. Он гласит, что попасть в ассасины было ой как непросто. Брали туда только юношей в возрасте от 12 до 20 лет, и то далеко не всех. Кандидат должен был проявить упорство, неделями и месяцами проживая около ворот замка. Якобы так старец горы отсеивал неуверенных и малодушных. И только тех, кто выдерживал испытания, принимали в ученики. Сам процесс обучения также был весьма жестким. Будущим ассасинам устраивали лютую дедовщину, подвергая их всяческим унижениям и издевательствам. В общем, все как в голливудских фильмах. При этом, правда, ученик всегда мог покинуть Аламут и вернуться к своей прежней жизни. Что до самого обучения будущих воинов, то тут все просто. Из юношей делали идеальных воинов. Их учили рукопашному бою, работе с любым видом оружия, знакомили с ядами, обучали актерскому мастерству и искусству перевоплощения. Курс подготовки ассасина занимал годы, но в итоге он становился настоящей машиной для убийств. Однако на самом деле мы просто не знаем, как происходил отбор и обучение ассасинов. И было ли оно вообще? На этот счет нет ни исторических документов, ни свидетельств современников, ни археологических доказательств. А все ранее сказанное – это плод фантазии сценаристов и писателей. В реальности ассасины едва ли были тренированными и умелыми бойцами. Это утверждение следствия обычной логики. Их высокая эффективность связана в первую очередь с самоубийственной тактикой. Нанести удар, не заботясь о собственной жизни. Скорее всего, они были одноразовые солдаты. А зачем же тратить время и ресурсы на подготовку такого бойца? Куда проще найти нового? Стрелометы и выкидные клинки ассасинов. В компьютерных играх ассасины всегда вооружены по последнему слову техники. Чего только у них нет. Телескопические клинки, миниатюрные арбалеты, пистолеты, мушкеты и даже пулеметы гатлинга. Все это, конечно, чушь. В 11-12 веке, когда реально существовали ассасины, хорошего оружия было мало и стоило оно очень дорого. Не говоря уже о всяких технических новинках, которые были доступны только в верховной знати. Да и зачем тратиться на оружие для одноразового бойца? И если первое же задание, скорее всего, станет для него и последним. В реальности все обстояло гораздо скучнее. Ассасины чаще всего нападали на своих жертв с обычными ножами. Кроме экономии на снаряжении, тут был и еще один резон. Человек, вооруженный мечом или другим серьезным оружием, едва ли смог спокойно подойти к какому-нибудь графу или халифу. Он непримерно вызвал бы подозрения у охраны, которая в те неспокойные времена была у любого серьезного человека. А вот обычный нож висел на поясе буквально у каждого, включая даже последних оборванцев. Так, например, погиб маркграф Конрад Монферратский, одна из самых известных жертв ассасинов. Двое убийц в рванье, выглядевшие как монахи, приблизились к нему средь бела дня и закололи его кинжалами. Телохранители маркграфа убили одного ассасина, а второго схватили. Но это уже было неважно. Вот так вот просто и незамысловато, без всяких погонь по крышам с акробиотическими прыжками. Гроза Европы и Азии Еще один миф об ассасинах гласит, что они держали в страхе буквально всех. От Испании до Китая правители дрожали при упоминании старца с горы и его неуловимых бойцов. На самом деле не дрожали, ибо просто не догадывались об их существовании. Ассасины действовали исключительно в своем регионе, Европа, а тем более Китай или Индия их просто не интересовали. Теперь несколько слов о результативности ассасинов. Скажу сразу, она не впечатляет. За время существования ордена его федаинами было убито три халифа, шесть визирей, несколько десятков представителей местной знати и религиозных деятелей, которые так или иначе перешли дорогу хозяину Аламута. От рук ассасинов пал Маркграф Конрад Манферадский и король Иерусалима, а также знаменитый персидский ученый Абу-Ал-Махасина, нещадно критиковавший незаритов. А вот легендарный Саладин, на которого ассасины открыли настоящую охоту, выжил. Правда, после трех покушений он оставил Аламут в покое. Всего ассасины устранили 93 человек, потеряв при этом 118 федаинов. Не слишком похожи на идеальных убийц, не правда ли? Ассасины и тамплиеры Любой геймер скажет вам, что главный враг ассасинов это тамплиеры. Однако на самом деле федаины, старцы с горы, не воевали с крестоносцами. В определенный момент они даже были союзниками, вместе выступавшие против общих врагов, вроде того же Саладина. Или же европейские владыки нанимали ассасинов для расправ над своими политическими оппонентами. Я уже говорил про убийство Марграфа Конрада Монферратского. Так вот, пойманный ассасин под пыткой признался, что заказчиком был никто иной, как знаменитый Ричард Львиное Сердце. Вот такой вот содневековый политический детектив. Правда, справедливости ради, чего только под пыткой не скажешь. Откуда же взялась легенда об ассасинах? Начало ей, несомненно, положили крестоносцы, вернувшиеся в Европу со святой земли. Упоминания о страшных мусульманских убийцах можно найти в сочинениях многих средневековых ученых. Например, Бурхарда Страсбургского, Жака де Витри, Арнольда Любекского. Кстати, последний впервые рассказывает читателям о массовом потреблении ассасинами гашиша. Тут еще можно добавить, что зачастую информацию об ассасинах европейцы получали от их врагов, мусульман-суннитов. Так что говорить о какой-то объективности здесь излишне. А потом европейцы на долгие столетия ушли с Ближнего Востока и контакты с мусульманским миром практически прервались. Но легенда-то осталась и время действовало на нее как на хорошее вино. С каждым годом ее букет становился все богаче и изысканней. В Европе вообще любили рассказы про удивительный Восток, где может быть что угодно. Масло в огонь добавил знаменитый путешественник и фантазер Марко Поло. С его подачи в Аламуте появились райские сады с гуриями, а сам замок превратился в какой-то наркоманский притом. Однако и он по сравнению с современными деятелями массовой культуры настоящий ребенок, наивный и искренний. Ибо то, что рассказывает об ассасинах сегодня с реальностью не связано совершенно никак. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok